Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем мы серию интервью перед началом, перед стартом детской лиги ЛФЛ. Александр Владимирович Панов сейчас рядом с нами. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Ну и для начала первый такой вопрос к вам. Расскажите, почему вы вообще занялись тренерской вот этой деятельностью? Почему не начали, например, после завершения карьеры, там, карьеру профессионального тренера или что-нибудь вот в этом роде? Ну это, наверное, давняя детская мечта. Вот, когда я был сам маленький, вот, всегда хотелось попасть к хорошему тренеру для того, чтобы научиться играть в футбол. Вот, когда я уже начал продолжение карьеры, так сказать, я об этом уже думал, когда карьера начинала завершаться, вот, что дальше делать. И самое правильное направление, которое я выбрал, это детский спорт, потому что у меня у самого три парня, вот, и это так проблема, которая в нашей стране существует и в подготовке, и в игровых там отношениях. Поэтому мне захотелось этим заняться, потому что я считаю, что тот опыт, который я приобрел на протяжении карьеры, есть такое огромное желание ему и у кого-то передать. Вот, поэтому учить надо с малышей, вот, поэтому мне это интересно. Вот, я этому, скажем так, посвятил всю свою жизнь и выбрал этот путь, ну так сказать, не спонтанно, а именно целенаправленно. А как вообще появилась школа? Это было, что сначала с какими-то просто детьми занимаетесь, знакомыми там, может быть, или сразу вот школа целенаправленно обучение детей? Нет, ну, конечно, первая идея была создать футбольный клуб свой, набрать детишек, вот, группы какие-то определенные, потому что это понималось, что это все не так просто, сложно. Мы провели, так сказать, такую пиар-кампанию определенную. Хотел поблагодарить в городе Ступино, мы это открыли, открылись там, вот, люди нам помогли, вот, но в дальнейшем, к сожалению, не помогли развиваться. Вот, ну, до сих пор там школа существует, но она, к сожалению, не имеет особо таких дальнодействующих перспектив на сегодняшнее время. Вот, надеемся, что в будущем все-таки что-то изменится и улучшится. А какие вообще перспективы у тех, кто обучается у вас, какие вообще шансы пробиться куда-то? Ну, задачи у меня большие, так как я профессиональный футболист, и амбиции у меня тоже такие соответствующие. Вот, конечно, команда будет создана профессионально в будущем, также будет создана команда на КФК играющая, а потом и второй дивизион. Это, как бы, цель нашего, так сказать, проекта, создать профессиональную команду для того, чтобы мои дети, мои воспитанники, которые будут заниматься у меня, имели возможность играть на высоком уровне. «Пантера» — это как трамплин для них, вот. Но, соответственно, прежде чем дойти до команды мастеров, конечно, нужен внутренний чемпионат, поэтому хотелось поблагодарить ЛФЛ-лигу за то, что они обратили внимание на нашу, так сказать, свою детскую лигу. Сделали предложение, чтобы мы объединились усилиями и начали развивать это направление. Это нам по амбициям очень подходит. Я, в частности, хочу Алексея Личенкова поблагодарить за это, за то, что он доверил нам такое важное дело, как развитие детского спорта на юге. Ну вот как раз переходим мы к лиге плавно. Вообще вы занялись, вот сейчас уже конкретно занялись организацией этого турнира совместно с Южной лигой ЛФЛ. Какие цели ставит перед собой лига? Для чего это нужно? Кому это нужно? Ну, цель одна – объединить, конечно, детский футбол, вывести на определенный уровень. Все-таки ЛФЛ-лига, она создавалась не вчера. Мы знаем и президента ЛФЛ-лиги, Смирновых братьев, которые вложили очень много и средств, и души. Я сам играл в ЛФЛ за Барс в свое время. Сама лига, она интересна, она очень популяризована в Москве. На многих городах уже тоже копируют ЛФЛ-лигу. Поэтому, конечно, самое главное – это, наверное, собрать любительские клубы, не только которые играют в Москве, но и недалеко от Москвы, так скажем. Для того, чтобы у них был соревновательный такой процесс, интересные спарринги для них были. Ну и они участвовали в этом празднике футболом. Потому что детский футбол – это на самом деле такие эмоции, такой праздник, который в большом такого может быть и не быть. Согласен, согласен с вами. А вообще, какие команды вы ждете в этом турнире? И будут ли какие-то ограничения для команды? Или все просто… Не, ну мы стараемся удовлетворить все желания тренеров. Конечно, какие-то определенные моменты возникнут, естественно, по тем или иным ситуациям. Я думаю, что мы будем конструктивно сидеть и за круглым столом обсуждать. Вот, например, может быть, какое-то предложение я внесу по 2002 году, потому что есть категория детей, которые занимаются, но они не могут играть. Это тоже как-то неправильно. Вот, может быть, какое-то определенное ограничение мы ведем на этот возраст. А так от третьего до десятого у нас, в принципе, не будет ограничений. Все желающие, кто принять в нашей лиге, будут иметь желание, они будут играть. Единственное, что положено, что только будут определенные, ну, так сказать, моменты, чтобы не было подстав, ну, чтобы не превратить футбольную лигу в какое-то, знаете, непонятно что. Хотелось, чтобы играли в возраст 9-10-е, играет. И родителям хорошо, и тренерам приятно, что никаких не будет таких нюансов. С точки зрения организаторов все, в принципе, просрачно, очевидно и понятно. С точки зрения детей, как бы, хочется задать вопрос, какие требования, может быть, к стадионам предъявит лига, да? Какие вообще требования по организации будут? Не, ну, безусловно, организационные моменты очень важны. Первое, это что? Это раздевалка, чтобы дети могли раздеваться. Второе, естественно, поля. Хотелось бы качественные поля, чтобы они были. Вот, ну, в целом, нас заверила лига, что поля хорошего качества. Вот, так что, я думаю, что в этом проблем не будет, так как дети все-таки наше будущее. И хотелось бы, чтобы они получали удовольствие, прежде всего, находясь на самом матче, да, то бишь, антураж матча, поля, раздевалки. Вот, ну, таких особо критерий не будет, наверное, все стандартно. То, что и должно быть перед игрой, чтобы все было четко, доктор, чтобы был. Ну, вернее, будет доктор, все условия будут созданы для того, чтобы наши дети приняли участие в этом. И спокойно, даже если кто-то, ну, не дай бог, получит травму, ему будет оказана квалифицированная помощь. Это тоже очень важно. В чем, по-вашему, будет преимущество этой лиги, может быть, не перед какими-то аналогами, а вот конкретно для детей? В чем для них плюс в плане их развития, в плане их роста? Ну, прежде всего, это формат. 8-8 все-таки, я считаю, достаточно интересное направление, и он динамично выглядит, в отличие от большого футбола. Вот, и мини-футбол, да, тоже, ну, минька тоже классный вид, но именно вот 8-8 он приближен к максимальному такому большому формату, где дети могут себя показать на все 100%. Поле достаточно большое, количество игроков играет тоже немало, вот, поэтому ни игры нет, все будет так динамично атаковать, обороняться. Вот, ну, самое главное, что мы пропагандируем, и хотим, чтобы наши дети, которые, может быть, не объединены в Лигу ОФЛ, да, где-то там вот играют, как вот за спиной у меня, болтаются, так сказать, на улицах. Вот, она объединена всегда к нам в Лигу подтянуть, почему нет? В будущем будет создана команда третьего дивизиона, которая позволит нашим, из наших лигий игроков, да, попадать в эту, в эту команду третьего дивизиона. Также есть сборная юга, юношеская, взрослая, вот, так что хорошая перспектива для них. Есть, да, да, и сборная юношеская, пожалуйста, сборная, пожалуйста, ну, взрослая. Опять же, есть сборная России, которая, с которой мы поздравим, что они заняли первое место на чемпионате Европы, вот, в Чехии. Поэтому, ребят, какой-то определенный путь есть, к чему стремиться, и это самое главное. Вот, ну, и самое главное, это что? Это игра ежедневная соревнования, ой, еженедельная, да, свои выходные будут заняты футболом, мероприятия для них, родители будут довольны, потому что это будет интересно, эмоционально, весело. Ну, и никто, скажем так, где-то же надо брать таланты. Почему бы эти таланты не брать в нашей южной лиге? Ну, а в целом, я считаю, что в дальнейшем, если все у нас пойдет нормально, мы разовьем на юге, то мы запланируем, наверное, во всех округах Москвы объединить так же лиги, и так же сделать, как Лига Чемпионов среди детских, ну, Лига Европы, кубки, кубковый матч, ну, типа, все как и в ЛФЛ во взрослом. То же самое мы хотим и сделать в детском. Ну, прежде всего, конечно, путь тяжелый, понятно, непростой, но если мы начнем сейчас в ЛФЛ-лиге или команды подтянутся, им понравится, вот, и уже тогда будет проще это развивать в других регионах и округах. И я думаю, что в этом наша амбиция. Отличные перспективы, действительно, вы расписали, очень интересно. Под конец у меня к вам такой вопрос, у вас есть своя футбольная школа, как мы уже поговорили, и, наверное, очевидно будет сказать, что вы примете участие в этом турнире. Какие цели вы ставите перед своими ребятами? Ну, это, безусловно, для нас шаг. Все-таки, как говорится, мы играли в любительском лиге, да, какой-то определенно в своем уровне, а теперь мы идем как в премьер-лигу ЛФЛ, для нас это действительно очень значущий такой шаг, огромный рост перспективы для моей клуба, команды, вот, и детям будет очень интересно. Так что, ожидаю, ну, что я могу ожидать? Естественно, хороший дух соперничества, борьбы, посмотрю, как мои дети выглядят на фоне других детей, вот. Ну, будем кувать молодежную сборную, почему бы нет южную, вот, может быть, какой-нибудь детский сборную мы определим в будущем, чтобы эта команда могла участвовать в каких-то соревнованиях, турнирах, вот, ездить по городам, поэтому будем думать над этим, я думаю, что это будет очень интересно. И опять же, для всей лиги, которые вот просто, которые объединятся к нам и захотят участвовать в нас, у них будет большая перспектива, это каждый из лучших игрок, который будет играть там, не за деньги, а именно по таланту, что это очень важно, мы определяем. Они будут отобраны в сборную, в которой они будут участвовать, принимать участие, так же, как наряду с большими, так сказать, профессиональными клубами, и так же мы создадим, хоть это и любительское направление, но мы работаем все профессионалы, и хотят, чтобы это выглядело действительно качественно, и к этому, наверное, мы и должны стремиться. Качество игроков, качество уровня лиги, и качество команд, которые будут потом в ней играть. Ну что ж, хочется, чтобы все эти перспективы, которые вы описали, сбылись обязательно. Ну и спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Александр Панов был с нами сегодня.